Трудные места писания с библейским порталом Экзегет, книга Деяний, 1 глава, 11 стих. Начну с 10-го, синодальный перевод. И когда они смотрели на небо, это апостолы в сцене Вознесения, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Ну и они возвратились в Иерусалим на этом. А как он придет-то? Ну давайте посмотрим чуть выше. Мы читаем в 9 стихе «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». Довольно трудно это понять. Ну, во-первых, облако мы знаем, это не что-то такое, на чем можно летать. Да, люди древности этого не знали. А как он поднялся? Ну, каким-то чудесным образом. И скрылся в облаке, взяло его из виду их. То есть, как бы он был окружен этим облаком, и он исчез, и что бы он так же спустится? Вот, я не знаю, возникает какое-то очень серьезное сомнение. Ну, а тогда почему мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Наоборот, стоите и смотрите, пока он не пришел, вы должны ждать, потому что вдруг он спустится, а вы не заметите, как это все произойдет. Мало ли, где и когда это случится, в этом самом месте или где-то еще, а вдруг это будет в плохой погоде, мы не заметим. Более того, о втором предшествии обычно говорится, как о некотором таком, ну, славном событии, которое невозможно пропустить, да? И вдруг вот просто он возьмет и спустится на облаке. И, конечно же, мы не раз встречаем указания на то, что это предшествие будет с ангелами во славе. А здесь, ну, вроде бы эти два мужа в белой одежде, это тоже ангелы, но они в самом-то восхождении не участвуют, они просто апостолам сообщают, что нечего тут смотреть на небо. Вы знаете, мне кажется, что самый простой ответ так же неожиданно, потому что если еще выше мы посмотрим, то такой диалог между апостолами и Христом. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не все еле время, Господи, выставляешь ты царство Израилю?» То есть апостолы многие ждали до распятия Христа, что он установит свою власть. Римляне оккупируют землю Израиля или Палестину, и народ страдает под их игом, и вот они надеются, не только апостолам, но и очень многие израильтяне, что придет Мессия, и он это все исправит, и, наконец, вот он даст возможность израильтянам свергнуть иго-римлян, и установит свое царство славное, великое, а подчинит окрестные народы, установит справедливость и правление. Почему? И спрашивают его, «Можешь ли сделать так, чтобы мы сидели по правую и левую руку от тебя, сыновья Завидеевы?» Да, Иаков и Иоанн. И вот даже после воскресения надежды те же самые. И он отвечает им, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Святой Дух, и будете мне свидетелем и в Иерусалиме, и во всей Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из виду их». То есть, мне кажется, так же означает, так же неожиданно. И он им говорит, «Не ваше дело знать времена и сроки, но вы свидетели». Вот главная задача христиан – свидетельствовать. И даже он указывает иерархию Иерусалим, самый священный город Иудея, страна, столица которой Иерусалим, Самария, соседняя страна, с которой у иудеев уже, кстати, очень такие сложные отношения, и даже до края земли, то есть вплоть до самых дальних ее уголков, постепенное распространение этого свидетельства. А Христос придет, и ждать особенно не нужно, потому что оно само произойдет. Вот это не вашими усилиями. Вы свидетели. Вот очень четкое разграничение. Мне кажется, это очень хороший ответ на вопрос о цели любой христианской активности. Вот говорят там о защите святой веры, там о чем-то еще, столько всего ради него делают. А зачем защищать восход солнца? Он настанет сам. Другое дело, ты этот восход встретишь как? Что ты сделаешь, когда этот восход произойдет? Где ты окажешься? Поэтому ваше дело заниматься свидетельством, а он вернется настолько же неожиданно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok